Возвращаемся в CJM. Ждали? Сегодня я отправлюсь на локацию Тёмная Долина. И в какой-то момент мне надо будет спуститься в лабораторию, где меня будет ждать кое-что интересное. Не забывайте оценивать видео, подписывайтесь на канал, если ещё не сделали этого. Наливайте себе вкусный горячий чай. Приятного просмотра. Здравствуйте, мы снова в CJM. Я даже всё забыл, что у нас тут происходило от всего отвык, куда идти, не понимаю. Но у нас тут квест. Во-первых, найти пространственную аномалию, чтобы отправиться в Тёмную Долину. Во-вторых, надо дождаться результатов экспериментов учёных. В одной из предыдущих серий я принёс учёным кучу артефактов. Ого! Ситуация, конечно, огонь. Опа, пошёл процесс. Пошёл процесс, на меня напал псевдогигант. Я его, если честно... Да в смысле, а что-то оружие-то убрал? А, он убрал оружие, потому что оно типа сломано. И как это понимать? Не знаю. Ну ладно, я побежал своей дорогой. Псевдогигант тут такой вылез, подлюка. В общем, когда я рядом с псевдочами, у меня почему-то типа оружие становится неактивно. Я не знаю, как это работает. Ну-ка, сейчас я его выброшу, подберу обратно. Но всё равно, я не могу даже нож достать, кстати говоря. Что меня расстраивает. Но, тем не менее, я уже добежал до места, где я собираюсь прилечь поспать. Вот и мой пулемёт. Здравствуйте, господа сталкеры. Как я по вам соскучился, слушайте. Сразу напрямик бежим к кровати. Спим, пожалуй, до 8 часов. Майор, мы с коллегами уже провели эксперимент. Как только окажетесь в районе нашего бункера, обязательно зайдите ко мне. Поговорить с Германом. Пойдём поговорим. Не вопрос, братишка. Наверное, он мне даст один из артефактов, который, возможно, обладает интересными характеристиками. И чё, у нас опять выброс какой-то начинается. Либо выброс, либо затмение. Ну, опять псевдогиг. Ну, сколько можно? Отстань уже, а? От тебя нет покоя. Сейчас ещё стулки урню перебьёт, ты прикинь. Хотя он вроде близко не подходит. Ну и опять у меня спряталось оружие. Здорово. Здрасте. Здравствуйте, майор. Вы даже себе не представляете, насколько важен для всего научного мира этот эксперимент. Мы с коллегами сделали потрясающее открытие. Я вам очень благодарен. После эксперимента неизвестные породы остались в целости. И приобрели иожиданные свойства, которые мы смогли изучить. Мы готовы отдать вам эти породы. Вот они. В общем, различные артефакты. Новый трек, как удашь без него. Я рад. Вот что ещё, майор. Детектор можете оставить себе. У нас таких очень много. Это я к тому, что если вы найдёте ещё образцов, несите ко мне. Ваша помощь науке будет щедро оплачена. Понял, до свидания. Угу. То есть я иногда могу находить такие артефакты. Ну и что же дают нам эти замечательные арты? Воу. Радиозащита плюс 20. И остальные характеристики подтягивает. Далее. Тут плюс 20 килограмм. Плюс 6 восстановление сил. Плюс 3 восстановление здоровья. Ну такие уже тухленькие пошли. Заживление ран 6. Радиация минус 4. Если честно, тухловатые всё-таки. Вот первый ещё более-менее. Ну и то, как-то ну так. Да чё-то не знаю, слушай. Не впечатлили меня эти арты. Продать их, если то они очень дёшевы. Кажу прыгать в телепорт. По идее, сейчас я должен спокойно себе переместиться на другую локацию. Без переключений. О да. Затмение. Опять там этот псевдогик. Ребят, может вы его это замочите уже? Кучу артефактов, которые у меня сейчас есть, я скорее всего убираю. Хотя, конечно, бороде их можно отдать и неплохо на этом заработать. Почему-то глаз дракона я всё-таки трогать не буду. А, его же можно модифицировать. То есть смотри, у меня золотая рыбка даёт максимальный вес плюс 20. Радиацию минус 2. Но если я прокачаю глаз дракона на минус радиацию, то будет максимальный вес плюс 50. Ну, то есть выгоднее он будет, так ещё и себе восстановление здоровья и восстановление сил, извините меня. Поэтому идём к учёным. Но сначала нам надо решить, с каким оружием мы будем играть. Потому что отправляемся в тёмную долину. Меня предупреждали, что там будет весело. Да, я, пожалуй, возьму свою сайгу шикарную, которая всё и вся разносит. Возьму к ней патронов. 200 дроби вот у меня присутствует. К пулемёту. Вот тут возьму то, что имеется. Это ещё. Ну и думаете, мне этого не хватит? Я думаю, что должно хватить вполне. Да, и эти артефакты убираем, потому что, как я сказал, они мне вообще что-то не понравились. Характеристики, ну, такие себе. Итого, 101 килограмм у меня. Считаю, что, в принципе, нормально. На всякий случай, возможно, стоило бы с собой взять патроны Дум-Дум. Мало ли что, всякое бывает. Мой дрободан ими стреляет. У меня их 300 штук. Поэтому, если что, мы их быстро зарядим и... Кого надо, разнесём. Хотя мой дробовик и так, да? Шикарнейший. Разносит всех. Там же Дум-Дум особо не прибавит урона. Селекция дракона радиационная. Держите. Давайте. Ну и всё. Стоило это не так дорого. А в итоге я получаю артефакт, который не даёт радиацию. Абсолютно. И это здорово. Убираем золотую рыбку. В пользу от которой это всего плюс 20 килограмм и минус 2 радиации. И ставим глаз дракона. Плюс 50 килограмм. 7 здоровья. 2 восстановления сил. 235 килограмм. Теперь могу максимально поднимать. И вот таким набором мы можем идти уже на другую локацию. В телепорт прыгать. Я надеюсь, что сейчас не вылетит, потому что если будет вылет, то не имею понятия, как его лечить. Опять он, да как ты меня уже задрал, слушай. И никто ведь его не завалит. Всем всё равно. А, всё. У меня сломалось оружие. А где чё вообще за такая фича странная? Ну что, где-то тут был телепорт. Тут у нас артефактов нет. Я их вроде собрал. Мы прыгаем. Ой, надеюсь не вылетит. Пошли. Да нет, вылетело. Отлично. Понял, здорово. Сталкер, не дёргайся. Ты кто такой и что здесь делаешь? Я сталкер. Пришёл с Юпитера. Ищу сталкера Акулова. Хорошо, что ты сталкер. Поговори теперь с нашим командиром. Думаю, он тебе больше расскажет. Понял, спасибо. Да, какие-то тут меня, в общем, ребята встретили. Ночные сталкеры. Кто-кто. Поэтому видно прям, что он ночной сталкер. У него отсутствует текстура экзоскелета. А поговорить мне надо вот с этим, видимо. Опа, у них в ящике барахло. Плохое место для прогулок ты выбрал. Но всё равно приветствую тебя. Меня зовут Пётр Куликов. Я командир Южного Блокпоста. С чем пожаловал? Я со станции Янов. Если знаешь о такой. Ребята попросили разыскать здесь одного человека, которого кличут Акуловым. Знаешь о таком? Тут о нём знают все. Это наш лидер. А по какому, собственно, поводу он так тебе необходим? Что ты пришёл к нам аж с Юпитера? Мне нужна некоторая информация по одному поводу. Если можно, то скажи, как мне найти вашего лидера? Он сейчас на нашей ферме. Это в северной части долины. А чтобы ты не заплутал, или в аномалию какую не попал, я пришлю сюда бойца с северного блокпоста. Он проводит тебя на ферму. Хорошо, спасибо за помощь. Да я бы и сам дошёл, ребят. Ну чё вы? Что это у них тут? Сумка СМВ лежит армейская. Неплохо. Интересно, есть ли тут какие-то СИДЖИМ-тайники? Опять я за своё, да? Только я от них отдохнул, проходя возвращение. Хотя не знаю, что лучше. Искать СИДЖМ-тайники везде, как сумасшедший. Или играть в возвращение. Опа. Наш боец уже идёт сюда. Как только он придёт, можешь идти с ним на ферму. Понял. Вопросов нет. Давай ждать. В любом случае тут ничего. Так, хочу проверить, работает ли здесь. Ага, ясно. Не работает. А очень жаль. Могли бы уж и сделать. Ящик могу ограбить ваш? А ну. Вроде могу. Чем занимаешься? В одно место за заграждение приведёшь? Нет. Но было бы забавно, если бы проводил. Кто боец, тот самый ты? У них ПНВшники днём. То есть, ну, это, мне кажется, не очень удобно. Не у всех, но есть такие. О, и этот затесался солгерок среди них. Здравствуй, меня зовут Вальтер. Вот и познакомились. А теперь давай за мной, проведу тебя к ферме. Отлично, пошли. Ну и побежали. Кабан. Кабан, ты с ума сошёл? Кто там такие? Тоже нейтралы, хорошо. Опа, артефактик. Глаз. Ну, глаз, да. Северный блокпост. Короче, всё контролируют тут ночные сталкеры. И у них в ящике есть добро. Привет, брат. До встречи. Опа, тайничок? Эм, ну, типа того. Тайничок и детектор Велес. Поговори с лидером сталкеров. Итак, мы прибыли. Это и есть наша ферма. Пока что осмотрись вокруг. Познакомься со сталкерами. Возможно, они кое в чём тебе помогут. А лидера нашего, Акулова, сможешь найти в восточной постройке. Ну всё, я тогда пошёл обратно к своим на блокпост. Удачи. Бывай. Вот так, значит. Ну, пойдём смотреть. Познакомиться с кем-то, говорить можно. Ну, здесь вот только один, что ли, квестовый персонаж. Сейчас всё узнаем. Ты что ли, Акулов? Да. А это кто? А это просто охрана. Здорово, сталкер. Не часто у нас новеньких встретишь. С чем пожаловал? Здорово. Вижу, вы тут хорошо обосновались. Да не так, чтобы хорошо. Нас ведь постоянно кто-то задирает. Сначала были ренегаты, а сейчас и монстры рассекают. Планируем теперь выбить у ренегатов завод, чтобы можно было контролировать ситуацию в центральной части долины. Ситуация чрезвычайная, но её можно решить. Главное не мешкать. Слушай, я прибыл в эти земли в поисках некоего сталкера по кличке Балтазар. Знаешь о таком? Знаю, конечно. Но об этом давай поговорим позже. Сейчас у нас имеются некоторые проблемы, для решения которых как раз и нужен смельчак с опытом. А ведь снаряга у тебя первосортная. Зуб даю, что мастер ты своего дела. Так вот, предлагаю тебе помочь нам в одном серьёзном деле, а взамен гарантирую ценную информацию. Об Балтазаре и полцарства. В общем, награда тебя ждёт самая авторитетная. Ну что, поможешь? Помогу. Вот и славно. А теперь слушай. Один из наших вчеравого аномалии раскол видел серую химеру. Это очень редкий вид. Неделю назад она же и напала на наш лагерь у моста. Погибло 8 человек, но один успел сбежать. А несколько дней тому назад его растерзанный, скорее всего с норками труп, нашли около того же места. Вот такие сведения. Я ни в коем случае не хочу, чтобы тебя настигла та же участь. Напротив, я желаю тебе удачи. Постарайся быть осторожнее. Ну что ж, можешь начинать. Сходи к аномалии и посмотри, что там и как. А дальше смотри сам. Понял. Думаю, у меня не возникнет проблем, ведь с химерами я уже сталкивался. Тогда будь здоров, ни пуха ни пера. К чёрту, до встречи. Это нам идти сюда, понял. В то же время тут какой-то квестовый персонаж. Это вообще кто? Левиафан, батюшки. Знаешь меня? Впервые вижу. И кто же ты? Левиафаном кличут. Я начальник службы разведки ночных сталкеров. Могу предложить тебе работу. Интересует? Да, что за работа? Вполне рядовая. Нужно утереть нос ренегатам. С недавних пор забившим лагерь неподалёку от нашей базы. Координаты есть. Можешь приступать. Награда ожидает. Принято. Это где? Это тут совсем по пути. В таком случае идём. Пожалуй, я вот не буду и с этим разговаривать, который даёт временные квесты. Так как награда, в принципе, за них невелика. Раззабыть чего-то уникального, как мне кажется, нельзя. Поэтому нет. Опа, тут тоже ребята есть. В общем, всю локацию они запланили, но чё-то как-то не рискуют брать штурмом лагерь ренегатов. Что странно довольно-таки. Так, с кого начнём? С химерой или с бандитов? Я думаю, химера всё-таки поопаснее будет. Поэтому, пожалуй, начнём с бандосиков. Устраним угрозу и посмотрим, что делают дальше. Вон они маленькие. Вон они сидят. Серьёзно, химера всё-таки меня заметила. Или она на них напала? Ха-ха, походу на них. Прикинь, они друг друга перемочат, это будет забавно. Смотри, какая огненная. Она уже кого-то вроде загрызла, ранила. Обновлено. Сразить химеру? В каком смысле обновлено? Ой. Сюда не надо идти, ребят. Мне тут без вас хорошо за камушками. А вы стреляете по химере. У неё тоже, что ли, аура, которая оружие ломает? Она уже почти всех, кстати, перебила. Доложить акулову. То есть я её всё-таки замочил или чё? Не понял, она просто исчезла. Ну и мочим тут остатки бандитов. Вернуться за награды. Химера убежала, ребят. Кто не понял? Гадина такая не стала. А, да в смысле убежала? Вот она. Я чё-то не понял. А чё тогда доложить надо? Сера химера повержена. Поговорить с акуловым. Лап с неё никаких не падает. Броник тут лежал под ёлочкой. В общем, ещё треничок какой-то. Обыскиваю ренегатовцев и возвращаюсь. Сначала сдаём квест. Изрубил ренегатов капусту. Какая приятность. Поздравляю с победой. Держи, вот достойная награда. Мамины бусы, патроны, батарейка 7000. И координаты тайника, но не CJM. Теперь по поводу химеры. Как дела? С химером разобрались? Да. Слава богу. Какие же вы молодцы. Теперь одной проблемой будет меньше. С меня оплата твоего труда. Держи, как и договаривались. Геркулес, сумка патрона, это то. 10 тысяч и координаты опять-таки тайника. Благодарю. Расскажи теперь о Бальтазаре. Встречались мы с ним несколько раз. Он к нам тоже попал с Юпитера. Последний раз виделись мы с ним... Погоди, дай подумаю. Ах да, три недели тому назад. Сказал мне, что отправляется на юг. Якобы в диспетчерскую за каким-то тайником. С тех пор ни слуху, ни духу. Понятно, значит пошел на юг в диспетчерскую. А как туда попасть? Насколько мне известно, здание диспетчерской расположено сразу за АЗС. Но ближайшая к ней территория находится под тотальным контролем ренегатов. Самому тебе там делать нечего. Слишком опасно. Сейчас лучше оставайся с нами. Так больше шансов на выживание. Ладно, давай ближе к делу. Пока ты помогал моим ребятам, я собрал отряд из наших самых опытных бойцов. Цель отряда – захват завода, контролируемого ренегатами. Чтобы подобраться поближе к заводу, необходимо будет перейти через мост. Но тут, как назло, снорки не пропустят. Их там целое поучище. Прямо-таки рассадник тварей. Решение проблемы поручаю тебе. Разберись с тварями или прогони их. Как только справишься, возвращайся обратно. У главных ворот тебя будут ожидать наши бравые бойцы. Ну, с богом. Хорошо, разберусь. Тайник у нас тут, снорки тут. Снорков замочу, конечно же, сайги. Думаю, им понравится. Ммм, патрон для моего пулемета и кассеты для гаусс-пушки. Неплохо. Уже их слышу. Их там, наверное, много, да? Ой-ой-ой-ой-ой, вот они. Ну, по идее, в воду они не могут залезть. Поэтому я могу безнаказанно их отсюда расстреливать. Опа. Парочка уже уничтожена. Остальные вон сидит. Прямо остров снорков какой-то. Бегают, бегают. Вон там прям тройничок. А, вон додумался обойти. Только попал в аномалию. Ну, я его добил. Здравствуйте. Я тут, кстати. Вы не хотите ко мне поближе подойти? Я вам кое-что покажу. Вон бегут двое. Все? Все. Выполнено, уничтожено скопление снорков. Теперь надо идти... А, это... А, то есть тут второй остров еще. Ты представляешь? У нас столько их много. Ну, ничего, я готов. Вы что думаете? Двумя островами, наполненными снорками, меня напугаете? Не, меня можно напугать тем, что они разбегутся по локации. Вот тогда будет, конечно, ситуация грустная. Сами понимаете, искать их. А ну, ружье, которое стреляет на километр, покажи, что ты можешь. Ну, с десятого раза попал. И вот один где-то сейчас потерялся. Где мне его искать? В кустах заселись серьезно, испугались маленькие. Опять вроде остался где-то последний. Снова в кустах, но где же еще? Собраться вместе с отрядом главных ворот. Пойдем, ребята. Снорков изрубил в капусту. Ничего от них не осталось. О, какой смотри. Приветствую, сталкер. Спасибо, что разобрался со снорками. Теперь перейти мост не составит проблем. Итак, раз мы все в сборе, операция начинается. Все за мной. Идем. Тарас. Его зовут. Обрез. Пластилин. Ну и по-разному, в общем, ребята. Я возьму, пожалуй, пулемет. Именно с ним я буду мочить ренингат. А вы, главное, в аномалию не попадите, которая прям вот тут на дороге расположилась. Тут еще и электро. Опа, там глазик выпал. В воду прям. Можно и забрать, почему нет. Потом торганем все в бороде и заработаем деньжата. Ну да, я же, кстати, столько накопил. 800 тысяч у меня было, которые я положил на депозит. И все исчезло. Всем говорят, тихо, устроить внезапное нападение. Да что там устраивать? Сейчас зайду со своим пулеметом, да и все. Меня уже заметили. Вот тебе и внезапное нападение. А ну. Все, пошел процесс. Ну вот и ворвались. Какая бы у меня ни была блистойкость, гранаты это зло. Попытка номер два. На этот раз я его сразу вынес с верхнего. Да не, они нормально дамажат. Даже несмотря на то, что у меня блистойкость почти фуловая. Где кто еще? Вижу. 16 человек, если верить карте. Надо теперь, наверное, заходить на территорию завода и... Тут уже мочить тех, кто остался. У какой. С пистолетами всякими. Яблочко опять. Ясно. Ну давай. Кто-то еще, вроде никого. Но теперь идем прямо на территорию завода. Ну и че ты? Пойдем посмотрим наверху. Надеюсь, что из моих никто из квестовых не погиб. Будет обидно. А ну. Закрылись они тут цели. Жесть тут народу. Интересно, кто у них тут главарь. Будет такой или как? О! Ну вот так вот, да. Мы их уже того. По-быстрому всех обыщу, пока ребята это не сделали. О! Бульдог. КПК Бульдога. Сценные информации для сталкеров. Забираем. И что мне нужно, по сути? Обыскать трупы ренегатов? А, ну могу. Вот КПК Бульдога, например, уже нашел. Ой, сейчас ребята обыщут и не оставят мне возможность поднять квестовые предметы. Такое вполне может быть. О! Маминого уса. Неплохо. Так еще и 4 гранаты. Вот еще один экзоскелетник. Санек. Но у него ничего нет. Еще один какой-то Барян. КПК Ренегатовца подбираем. А, и это еще не все. Ладно, ищем далее. Вот еще КПК. Ну и в принципе все. Видимо, где-то кого-то я не обыскал, потому что квест не засчитывается, не обновляется. При том, что я в принципе, ну как мне кажется, всех общупал. О, в сейфе тоже барахлишка. И у меня на данный момент что? Сколько? 4 или 5 КПК? 4, наверное. Все-таки я подобрал с них. Но не густо, не густо. Хотя предполагаю, где еще один? В щитке будет что-то? Будет. Тут же все время спамнится, да? В пустых емкостях, если так можно сказать, что-то. Вот он, значит, за скелетник еще один. Да ладно, у него ничего нет. Ну что за начинается, не пойму что. Вот КПК. Ну это-то последний, надеюсь? Да. Неужели это последний? Смотри, какая тут G36. Отнести теперь это все Акулову обратно на их базу. Тут артефакт рядышком, лунный свет, который я безусловно забираю и положу себе в карман. Отлично. Превосходно. Завод теперь наш. Спасибо за помощь. Без тебя бы точно не справились. Скажи, собрал хоть какие-нибудь данные по тем ренегатам? Да, проверил командира и нескольких бойцов. Вот их КПК, держи. Очень хорошо, молодец. За нами завод. Теперь можешь идти в диспетчерскую, искать Бальтазара. До встречи. Не очень понял прикола. За Химеру мне дали кучу награды, патроны. Те же самые 10 тысяч. Вот квест появился. А за захват базы и уничтожение крупных сил противника мне дали просто 10 тысяч. Ну и координаты тайничка одного. Странно. Ну ладно. Хочу сбегать до аномалии. Раскол. Посмотреть, может там что будет для меня. Что-то есть. Огненный шар. Скудненько, конечно, по артефактам. Я-то уже зажрался. Привык там пачками эти артефакты собирать с локацией. Из ЗП. Так, это мне вниз что ли? Это мне вниз, да. Сейчас буду гореть очень сильно. Опа. Огненный шар забрал. Теперь надо как-то выйти отсюда. А как? Тут гравитационка. Тут вроде можно пройти. Да, ну смотри, вышел. И вот там какой-то артефакт еще появился вдалеке. Или что это? А, так это телепорт. Артефакт. Хех. А у меня по идее может куда-то телепорт... Ну давай прыгнем, а что? Испытаем удачу. Опа. Ага. Меня наоборот откинуло назад. Отлично. Хех. Хотя стоп. Как это назад? Я отсюда полу... Не, наоборот нормально все. Не гони. Что-то мне показалось, что я уже пробежал холл завода. Странно. Ну ладно, в любом случае нормально все. Опа. Ну вот и все. Нормально, да. Не понял. Это что был за выстрел из РПГ в мою сторону? Вы что там совсем что ли с ума посходили? А ну. Кто-то в меня стрельнул с РПГ. И продолжает это делать. Ох, как больно. Этот кто-то уже погиб. Еще один там. Второй. По-моему уже третий. Или что? Да что вы бегаете тут? Смотри, прям как безумане. Ну это скорее всего ренегатовцы. Уж не знаю, что они хотят. Возможно они поймали Бальтазара. Остался один человек. Не нашли этот друг, а? Пойдем узнаем. О нет, еще два. Но в любом случае я не вижу нейтральных точек каких-то. Так что кто бы тут ни был, остались враги. Попутно можем обыскать тех, кто на меня напал. Здрасте. Выпрыгнул со своим дробовиком. Ну и где последний? О, на улице что ли? Ты что туда вышел? Да вот что-то вышел. Хорошо. Тогда осматриваем это помещение, потому что отметка стоит тут. Якобы с Бальтазаром я должен тут встретиться. Но никого не вижу. Хотя вот есть какой-то покойник. Вот. И это Бальтазар. КПК Бальтазара с ценной информацией. Попасть в лабораторию Х-18? А какая мотивация? Я разве что-то узнал с его КПК? Да нет, просто КПК Бальтазара не использовать ничего его нельзя. Что говорится тут? Из данных КПК Бальтазара следует, что секретные документы, так необходимое СБУ, находятся в коридорах подземной лаборатории Х-18. Необходимо туда спуститься. Угу. Ну пойдем. Вопросов нет. Странно, что... О, кувалда какой-то. У этого тоже ни КПК, ничего нет. Просто как бы кувалда и все. Так вот, что странно. Странно, что они его не обыскали и не забрали уже давно с него этот КПК. Ну так вот, странные люди. На территорию самого завода я пока не буду заходить. А пойду конкретно в Х-18. Какой-то нейтрал появился. А, они сюда перешли что ли или просто новоотряд какой-то? Не знаю. В любом случае тут поприбавилось народу, было 7, стало 11. Я беру в руки дробовичок и просто спокойно иду в лабу. Ха, какая карта еще? Поговорить с Акуловым. Да вы серьезно, какая это карта? Хотя дверь открыта, смотри, двери нет. Вышибли ее. Возможно там дальше дверь с карты доступа, ну может быть. Смотри какое дерево зеленое, прям сочная. Красота. Ну не все такие, некоторые вот рыжие. Не пойму от чего, от действия радиации или просто потому, что типа осень наступает. Хотя по времени у нас август, 18 число. Вроде в это время листья еще не становятся вот такими, поэтому ну не знаю. Кстати, сайга очень быстро ломается, я заметил. А техника тут нет. А, ну я дурак. Я понял, что я натворил. Мне ведь писали в комментарии, возьми с собой ремноборы. И я даже сам на это обращал внимание и говорил, что вот, ребята советуют взять ремноборы. Ну и что? И сам же я их не взял, когда пришло время идти. Ха, тут опять добро заспавнилось. Ну если что, у меня есть еще тут какие-то стволы, вот натовские. К ним тысячу патронов имеется. Где я столько взял? С собой вроде не брал никаких патронов, кроме как для пулемета и для дробовика. Из тайников, видимо, и спокойных. О, тут у нас кто-то появился, кстати. Очередная отметка. Торговец или кто? Вот стоит. С чем пожаловал? Мне поторговать. Да, это торговец. Вот у него как раз есть ремнобор. Например, для оружия 8 тысяч. Вот так вот. Что тут еще? Куча патронов. Но для пулемета нет, есть для дробовика. Также есть заряд для РПГ моего. Но ладно, бывай пока. И вот этот мне сказал, подойди позже, будет работа. Сейчас есть? Сейчас нет. Опять-таки. Тебе вопрос есть. Что ты знаешь о подземной лаборатории? Мало. Знаю лишь, что у Бальтазара были насчет нее какие-то планы. И однажды он даже показывал мне карту доступа к этой лаборатории. Больше ничего сказать не могу. Знаешь, я нашел Бальтазара в диспетчерской. Мертвого. Ренегаты его порешили. И раз ты говоришь, что при себе он имел карту доступа, значит теперь она в руках его убийц. Думаю, что искать карту доступа следует у кого-то из трех их вожаков. И где их можно... А где их можно разыскать? На севере, на территории заброшенной базы. Спасибо, мне пора. Это нам куда? Это нам сюда. Ну что, делать нечего, пошли. Угу. Смотри. СВУшечка и патроны. Это отсылочка к оригинальному тайнику из сталкерзов Припяти. Под мостом тоже примерно. Таким. Ну примерно, знаешь, чем ты похож. Ну, наверное. Наверное, теперь у меня будет СВУшка, правда патронов к ней. Всего ничего. Я, кстати, уже практически на перегрузе. 193 из 235. 5, 6, 8, 9, 10. Пошел процесс. Вот, собственно, три точки, видимо, которые показывают, где находятся главы. Наверное. Заброшенная база. Сейчас мы с ними разберемся. О, привет. Смотрит такой на меня. Ну все, ну все, пошел процесс. Единственное, что я боюсь, это гранаты. И, судя по всему, они как раз и собираются их кидать. Смотри, попадает, гад. Гранаты кидают, но как-то мимо. Не очень понимаю, чем ребята занимаются. 8 человек. И продолжаю их отстреливать. Правда, их что-то меньше не становится. Вроде стреляя. 8, 9 или 8 так же остается. Да не переживайте, все нормально. Пулемет все-таки нормальная такая вещь. Никому шансов не оставляет. Еще один главарь готов, кстати говоря. Оба готовы в этой стороне. Надо будет потом не потерять. Ну и последний где-то вдалеке сидит. Где-то в ангаре только что был. Спокойной ночи. А, засаду на меня вздумали устраивать. 3 человека. Плюс тут тайник, который я обязательно заберу. А вот тот самый экзоскелетник. Кейзер. Но у него ничего. Да понятно, что дело, что у самого последнего будет, как всегда. Но так обычно и бывает. Но я все-таки всех обыщу. Главарей. Тут, кстати, музыка играет такая приятная. По такой музыку хочется отдыхать около костра, а никак не воевать. Но задание есть задание. Это еще один из главарей Бизона. У него тоже ничего нет. Ну, кроме денег. У них хорошо так денег падает. 1400 рублей. Это немало. О, ты сам, что ли, вылез, главарь? Мда. Ну, а его шестерки гранату кидает. А, и даже, по-моему, кинул. Но нет, ничего не взорвалось. Итак, где должен быть тайничок? Где ты снизу? Смотри-ка, что спрятали. Шлем Весна. В принципе, меня радует, что тайники в этом моде действительно новые. Я не знаю, конкретно в CJM или в аддончике этом, но шлем Весна. Опа, это еще не все. А что тут еще? Это QF тут больше ничего. Ах ты, комбез наемника, смотри. То есть, в принципе, если у тебя состояние снаряжения в хлам убьется, то будет что одеть. Я, правда, надеюсь, что до такого не дойдет, что мне придется одевать комбез наемника. Но у этого тоже, кстати, ничего нет, кроме пулемета почти нового. Все-таки сюда эти, да? Получить карту доступа. Она у них там лежит где-то. Я-то думал, она у кого-то в инвентаре будет. Нет. Вот тут в кабинете. Ай, да ты себе, найти ключ. Ты что? Поиск ключа, ясно. Найти где вот его искать, скажите мне. Намеки будут какие-то? В сейфе должна быть карта доступа к лаборатории. Необходимо. Опа, три человека каких-то появились. Необходимо получить ключ. Блин, понятно. Только где я буду его искать? И как мне тут собрать тайник? Скорее всего, он с той стороны. Ну, тут появились какие-то красные ребята. Кто это с РПГ шмальнул? Со своими РПГшками. А, ну да, появилась какая-то отметка, кстати говоря. А чё так всё просто? Я-то думал. Сейчас какие-то ребусы надо будет решать, чтобы найти ключ. Кто? Кто тут? Нашли где-то РПГшку. И давай по мне вести обстрел. Кто тут хочет стволы свои достать? Давай достанем. Какой-то цербер готов. И вот цербера мы находим ключ от сейфа. Какой-то местный, видимо, главарёныш. Найти ключ выполнено. Но кто-то один ещё остался. Наверное, у него РПГ. Пробуем. А вот и ключ карта. Забираем. Спуститься в лабораторию Х-18. Да нечего делать, пойдём. Не знаю, что нас там ждёт. По идее, никого там не будет, я так думаю. А вот и последний вышел сам. Я по нему попасть не могу. Ну, у него тоже как-то ну так. В любом случае, полтысячи патронов для пулемёта присутствует. Даже почти 600. Если что, к натовским автоматам. Тоже есть куча патронов. 1200. Также к дробовику. Пару сотен есть. Ну, дробовик очень сильно ломается. И даже уже переживать начал. Как и броня, кстати. Угу. Надеюсь, что спуск в лабораторию будет лёгкой прогулкой по весеннему парку. Да, у нас уже тут появился переход. Перу в руки Сайгу. Ну, и ящик-то могу обыскать. Тебе ящик не дают обыскать, а? Чуть-чуть прямо не дохожу. Перешёл. Вы что, с ума что ли? Посходили? В смысле 40 человек? Вы что? Кого вы сюда подали? Что с норки с автоматами? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok